Приветствую дорогие друзья! Сегодня многие считают, что российское школьное образование уже не соответствует нынешним реалиям. Как пример современного образования часто приводят финские школы. Плохого мнения о нашем школьном образовании придерживается и Михаил Семенович Казиник, музыкант, философ и автор методики комплексно-волнового урока. В интервью мужчина объяснил, что нужно менять в школьном образовании. По словам Михаила, современные уроки похожи на инструктаж пассажиров самолета перед взлетом. Стюардесса рассказывает про технику безопасности, но мало кто что-либо запоминает. Также и учитель в школе обязан рассказывать много информации, которая проходит мимо детей. Михаил считает, что наши школы сегодня абсолютно неправомерны. Если раньше учитель был единственным источником информации для ребенка, то сегодня любой учитель проигрывает в знаниях интернету. Ученик может по ключевому слову найти в сети миллион страниц информации. По мнению Казиника, в современной школе предметы должны преподаваться не отдельно друг от друга, а комплексно. Так у ребенка будет формироваться панорамная картина мира. В школе Михаила Казиника «Семь ключей» все уроки связаны единым понятием, явлением, предметом. Один урок может занимать весь день, а ведут его несколько учителей, связанных с темой. Педагог уверен, что междисциплинарный подход является куда более эффективным, чем когда один учитель ведет урок и не учитывает, какой урок был у детей до него. Михаил предлагает школу, в которой учителя заинтересовывают детей чем-то неожиданным. Он называет это принципом отстранения. После методики Михаила учитель-физик начнет свой урок с разговора о Бахе, а химик включит музыку Бородина. Если учитель литературы начнет урок с фразы о великом писателе Достоевском, дети не станут его внимательно слушать. Лучше почитать какой-нибудь детектив. Мысль о том, что Достоевский великий должна родиться в конце урока у самих детей. Также Михаил Семенович уверен в том, что каждый педагог должен обладать хорошим чувством юмора. По мнению мужчины, в будущем людям без этого качества лучше идти в другие профессии. Ребенок – это не компьютер. Нужно, чтобы ребенок был счастливым. Современные школы не задумываются о счастье ребенка. Михаил утверждает, что нормальному индустриальному обществу нужно примерно 10% математиков, физиков, химиков, производственников. Нет необходимости нагружать всех детей ненужной информацией. Остальные будут людьми свободных профессий, как это уже произошло в Швеции. Чтобы школа работала эффективнее, нужно менять всю систему. Например, на уроке Михаила, когда ребенок изучает географию Дании, он попутно читает сказки Андерсона, учит историю страны, ее культуру. По словам Казинника, главным двигателем к знаниям – это любовь. Ребенок будет знать то, что любит. В современной школе недостает искусство, культуры и риторики. Михаил Семенович верит, что главной целью любой цивилизации является создание артефактов культуры и искусства. Кто правил во времена Баха? Какой по счету был король во времена Шекспира? От всего развития человечества остается только культура и искусство. По мнению Михаила, искусство и культура способствуют мирному сосуществованию людей. Ребенок должен вспоминать школу, как радостный период жизни. А когда мы сообщаем ребенку массу ненужной информации, мы забираем у него детство. Он уверен, что главная задача школы – это выпустить из своих стен не просто физика или биолога, а человека. Если бы наша страна планирует бюджет, под номером один написала бы «культура», то все остальные сферы автоматически поднялись бы на много процентов. Один процент, добавленный на культуру – это то же самое, что 15% на здравоохранение. Это то же самое, что 25% на образование. Мы уже давно в этом убедились. Продолжение следует...